Потому что номер один. Конечно, моя программа коммерческая, но с другой стороны, вы же должны понять, что я не только коммерческой темой занимаюсь, да, у меня есть замечательная программа на ютюбе, да, количество сюжетов, не думаю, что кто-то может таким количеством сюжетов похвастать, гордым одиночеством, естественно, то бишь, и мы вам продемонстрируем то, что вы не все такие хорошие и ровные и вообще. Вы можете посмотреть эти замечательные сюжеты и уже если я потом говорю, что вы абсолютно неправильные, то надо подумать, стоит ли вам сюда ехать, как вам не надо сюда ехать, я вам объясняю ситуацию. Я не собираюсь это делать долго там и бесконечно, то есть в принципе человек накосячил, да, то есть он накосячил дважды, еще он меня сломал, ну, четыре раза, то есть три уже достаточно и еще один будет в оконцовке сюжет. Так что за человек? А человек Роман Хатипов, он здесь занимался ремонтами коробок передач, ладно, коробки он не сделал ни одну, ни вторую, ни третью, мало того, он мне еще и машину здесь сломал. Так что вот эта самая тема, то есть когда человек пришел к вам на работу, что люди ранее делали, смотрели ваши замечательные трудовые книжки, где все это дело и объяснялось, кто, где и как. Сегодняшние нормальные работодатели, они смотрят интернет. В связи с тем, что какое количество сюжетов у меня, ты прекрасно понимаешь, что даже одного упоминания в нехорошем смысле достаточно. Ну, лох ты, Рома, под кого в лес ты не понял, со мной дружить надо, и ни в коем случае из меня врага делать не стоит. А как все делается? Да просто без косяков получаешь результаты, народ поехал, я к тебе народ погнал, а ты меня швырнул. Но не стоит. Сколько я каку твою поел, столько ты поешь свой навоз, сделанный для всех. Вместо результата будешь конченным ты лохом. С телевидением дружить надо, а не швырять оного. Так что, господа, может быть он и может гайки крутить, как это может сделать любой мужик. Но доверять ему свое авто я бы не стал. Да, ребят, тебе это, конечно, хорошо, что вы можете работать с нами, работать с нами и делать это все ровно. Но еще раз объясняю, если мы говорим по взаимозачету, то взаимозачет только для вас и нужен. Нам-то фиолетов, в принципе. Платите нам деньгами, мы и деньги заплатим. В любом другом случае у вас этих денег нет. Вы о чем говорите? То есть у вас не было этих денег. Вы что, не доехали, что ли? И вы пришли ко мне и сказали, Леша, помоги, сделаем по взаимозачету. Давайте сделаем. Какие проблемы? Теперь, сегодня и сейчас я вам скажу. Если слово взаимозачет, то оно должно быть на первом месте, а не на последнем, господа. А то получится вот такая же ситуация, как с этим Романом, который вот здесь вот. На Бугларе Сиреневым один. На Колбасе. Не надо вам такое делать. Не надо.